Представьте, что Соединенные Штаты Америки вдруг испарились, ну, улетели, скажем, на Луну. И что бы в России стали делать? О чем бы они говорили, кого бы клеймили, либо кем тайно восхищались? О чем бы трещало телевидение? И с кем бы беседовал Путин, не будь в наличии американского президента? Российская внешняя политика вообще бы исчезла, ибо ее основой является уверенность в том, что мир держится на вражде или сотрудничестве с Америкой. Как бы нам не хотелось гнать от себя эту неприятную мысль, но Америка стала российской системной скрепой. При исчерпании объединяющих идей, Америка в качестве угрозы помогает мобилизовать народ вокруг власти, заставляя его забывать о своих нуждах. Американцев в роли врага не может заменить ни одна другая нация. Видеть в этой роли украинцев, поляков и прочих соседей унизительно для великой державы. Китайцы тоже не подойдут, ибо могут воспринять эту роль серьезно со всеми вытекающими последствиями. Немцы тоже опасны, так как если разругаются, кому же будут продавать газ. А вот Америка отличный враг, который вряд ли допустит неосмотрительность. История с Обамой, который делал все возможное, чтобы не рассердить Владимира Путина, подтверждает, что американцы – люди очень рассудительны. Есть еще одна причина, которая делает Америку российской скрепой. Американцы помогли в становлении советской экономики и военно-промышленного комплекса. Без помощи Америки Советский Союз вряд ли превратился бы в глобальную державу. Например, знаменитый Сталинградский тракторный был целиком построен в США, размонтирован, на 100 судах перевезен и снова собран в СССР. Днепрогаз построила американская фирма Купер Энерджинг. И германская компания Сименс на этом заводе создали первые советские танки. Гарьковский автозавод ГАЗ был построен американской компанией Аустин. Теперешний АЗЛК построен по проекту Форда. Знаменитая магнитка – точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штата Индиана. Руководил проектом Альберт Канн, и его фирма Альберт Канн Интернешнл спроектировала и построила более 500 советских предприятий. Вот только несколько фактов из очень длинного списка американской помощи. С конца 20-х годов американцы проектировали и строили советские тракторные и авиационные заводы, нефтепереработку, химические концерны, предприятия связи, автомобильные заводы, Сталинградские, Челябинские тракторные заводы, Ленинградский, Кировский, Ростельмаш, Краматорский, Харьковский, электромеханические и десятки других предприятий. В СССР работали все основные американские компании. Ford General Motors, Focard, Cannes Group, Universal Oil, Radio Group, Budgets Corporation, Lammitz Company, Petroleum Energy Corporation, Elko Production, McKee Corporation, Kellex Company, McLean's, Marshall, Aston Company и другие. Документы всем известны. Американцы продавали СССР лицензии на новейшие технологии и образцы продукции, в первую очередь вооружение. Что заставляло американцев создавать военно-промышленный потенциал СССР, когда уже было очевидно, что Советский Союз их противник. Американцы верили, что через торговлю и сотрудничество они приручат поднимающегося советского гиганта. Работала логика бизнеса, и если не мы, то придут другие. Бедные, наивные американцы. Но если кто-то думает, что американцы движимы только деньгами, это не так. После революции в Россию приехали сотни американцев, которых увлекла идея строительства коммунизма. Эти идеи на самом деле были очень живы в Америке. Американские добровольцы поднимали Кузбасс и Донбасс, создавали сельскохозяйственные артели, строили швейные фабрики. Но, пожалуй, самой потрясающей историей стало участие Америки в спасении Советской России от голода в 1921 и 1923 годах. Это была беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. Американцам удалось спасти в Советской России до 10 миллионов человек. Ленин вначале был категорически против американской гуманитарки, но гибель от голода миллионов людей заставила Ленина принять помощь Америке, хоть и со скрипом. Организацией помощи руководил будущий американский президент Герберт Гувер, который терпеть не мог большевиков и считал их бандитами, но полагал при этом, что в России нужно спасти человеческие жизни, вне зависимости от того, кто Россией управляет. Максим Горький, потрясенный тем, как американцы организовали спасение голодающих, обратился к Америке со словами благодарности, на которую была скупа советская власть. Цитата. «Ваша помощь войдет в историю как уникальное, гигантское достижение, достойное величайшей славы, которая долго будут оставаться в памяти миллионов россиян, которых вы спасли от смерти». Был ли прав Максим Горький? Осталось ли это фактом величайшей славы? Помнят ли россияне, кто спасал их от голода? Нет, ничего не осталось. Ни единой капли благодарности. Так что Америка демонстрировала не только капиталистический прагматизм, но и великодушие, человечность и сострадание. В годы войны Америка вновь пришла на помощь СССР. В рамках Ленд-Лиза в период с 1941 по 1945 годы Америка направила в СССР военное снаряжение на 11,3 миллиарда долларов. В современном выражении это равно 146 миллиардам долларов. СССР за эти деньги получило 3770 бомбардировщиков, 11 594 истребителя, 5 980 земитных орудий, 2000 железнодорожных локомотивов, 51 000 армейских джипов, 361 000 грузовиков, 56 445 полевых телефонов, 600 000 километров телефонного провода, 22 миллиона артиллерийских снарядов, почти миллиард винтовочных патронов и 15 миллионов пар армейских ботинок. Помощь советскому народу шла не только по правительственным каналам. Американцы создали комитет «Помощь России войне». Сами люди. Американцы жертвовали комитету миллионы долларов на закупку продовольствия, медикаментов, одежды и товаров первой необходимости для отправки в СССР. В 90-е годы Америка пришла на помощь, теперь уже постсоветской России. Основной задачей было помочь российскому населению пережить трудные годы после развала СССР. В 92-м по 2007 год общий размер помощи РФ со стороны правительства США составил 16 миллиардов долларов. Помощь шла прежде всего на гуманитарные цели создания экономического развития, образования и здравоохранения. Сама структура американской помощи говорила о том, что Америка пыталась поддержать в России стабильность и помочь решить проблемы с безопасностью, например, утилизацию ядерных отходов. Но даже тогда этой помощи все было недостаточно, и все русские говорили «мало помогают». Россия отблагодарила Америку за помощь и содействие, назначив ее на почетную роль несменяемого и постоянного своего врага. Итак, советская власть сумела отстроить механизм использования ресурсов враждебной ей цивилизации, при этом не отказываясь от уничтожения своего противника. Более подлой позиции трудно себе представить. Столько лет прошло, а ничего не изменилось. И сегодня Америка нужна России как обоснование ее державного статуса. Да, вот так-то ключ к выживанию российского самодержавия лежит в американском кармане. Регулируемый американизм российской элиты и ее одержимость Америкой лишь подтверждение того, что она, эта самая элита, об этом знает. Остается лишь задать вопрос, знает ли Америка о том, что она российская системная скрепа. Или притворяется, что знает. Либо знает и не понимает, что с этой ролью делать. Ну а что, если вдруг Америка не захочет больше обеспечивать эту самую российскую державность? Не придет на помощь в нужный момент. Что будет тогда? Вы об этом когда-нибудь думали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!